Привет, друзья! На прошлой неделе мы вам показывали, рассказывали, как выполнять грибок двумя руками одновременно. Это облегченная версия отработки самого грибка. Дальше переходим к более, если у вас начало уже это получаться, переходим к более сложному элементу. К этому грибку добавляем уже ротацию, поворот корпусом. В кролле мы плаваем все время на боку. То на одном боку, то на другом боку, то на одном, то на другом. Соответственно, мы отработали с вами, когда у вас начало хорошо получаться грибок двумя руками одновременно, переходим к грибку по одной руке, соответственно, делаем грибочек с поворотом корпуса. Отрабатываем то же самое, с такими же ощущениями. Желательно, это можно делать прям подряд. Вы сначала отработали двумя руками, потом отрабатываем по одной руке. Упражнение называется копье. делаем грибочек начала грибка такой же как у нас было в начале когда две руки одновременно только в конце грибка у нас поворачивается корпус как бы усиливаем рычаг при отталкивании и вы должны выполняя заканчивая грибок не потерять равновесие если вы закончили грибок сделали правильно все а в конце потеряли равновесие у вас опять начнется появляться какие-то элементы ошибочные либо зажим появится ли провал локтя значит смотрите выполняется упражнение так поочередно делаем грибочек правой рукой с поворотом корпуса начинаем с возврата руки здесь полу сцепочка и другая рука спереди с поворотом корпуса одна рука возвращаем под собой и другая рука возврат под водой по пути наименьшего сопротивления расслабленной рукой одна рука на каждом грибке конце грибка корпус поворачивается следите еще в этом упражнении чтобы в начальной фазе у вас не было в выдергивание рабочей руки плеча рабочей руки вверх сначала выполняем грибок даже стал можно углубить рабочую руку и поворачивается корпус только в конце начинаем с возврата грибок и возра и поворот корпуса в конце дальше вы уже готовы плыть с нормальным полноценным кролем только будет пронос у вас возврат будет не под водой а по поверхности обычный пронос кролем всем удачи